Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, мы уже много раз говорили о том, как подобрать стайлинг. Мы много говорили о том, как подобрать себе стрижку под форму лица. Вы уже стали такими практически гуру в сфере барберинга и мужского образа, и это очень круто. Но тем не менее, очень часто мужчины совершают самые распространенные ошибки при выборе стайлинга. Мы решили их саккумулировать в одно видео и сделать так, чтобы вы никогда не наступали на эти грабли. Ну что ж, друзья, поехали! Друзья, прежде чем мы начнем, я хочу пригласить вас в наш новый филиал у метро Семеновской. Приходите, оцените, и я уверен, вы останетесь довольны. Ну что ж, мы переходим к самым распространенным ошибкам. И ошибка номер один связана с самым распространенным стайлингом во всех барбершопах и для всех клиентов. Это глина. Если мастер не умеет укладывать, если мастер не знает, что посоветовать, если мастер прошел месячные курсы, в 90% случаев мастер рекомендует глину. Только 10% это когда по-настоящему опытный мастер, понимая, что это за глина, что в ее составе и какой у вас тип волос, рекомендует вам ее, и она вам подходит. В остальных всех случаях вам будут продавать именно глину. Почему? Все просто. Легко наносить, она матовая. Все. Переборщить вот так, чтобы прям сразу же это увидеть довольно тяжело. Самая большая ошибка, связанная с глиной, нанести ее на длинные волосы, тогда, когда вы хотите себе гладкую, прочную, крепкую укладку. К примеру, вот такую. Тот же самый Executive или Side Park. Когда вы хотите укладку такого типа, глина вам не подойдет. Все. Друзья, если когда-то, год назад, вам продали эту глину, и вы отрастили волосы и думаете, что все стайлинги одинаковые, нет. Так работать это не будет. Также с глиной нужно быть очень аккуратными. Бентонит либо каолинит, которые содержатся в составе большинства глим, при неправильном нанесении, при их чрезмерном количестве, могут вызывать жирность волос, слепание прядей. Это вредно. Поэтому с глиной очень-очень аккуратно. Если вы не знаете, сколько ее нанести, возьмите половину от того количества, которое вы хотите нанести. И посмотрите, будет ли этого достаточно. Ошибка номер два. Использовать воск, либо любое другое средство на жировой основе на тонких волосах. Ни в коем случае этого не делайте. Если ваши волосы тонкие, вы видите, что волосы редеют, их масса вам недостаточная, она вам не нравится. Вы видите, что где-то может просвечиваться кожа головы через волосы. Не используйте средство на жировой основе. Я уже говорил в одном из роликов, как выбрать средство, как понять, какая у него основа. Но напомню вам еще раз. Если в основе есть петролиум, это жир, это продукт нефтепереработки. Ваши волосы будут выглядеть очень печально. И это не пойдет им на пользу. Если же вы все-таки это сделаете, ваша укладка станет похожа на грязные волосы. Волосы слипнутся, волосы будут подлипать в голове, пряди станут еще тоньше, потеряют объем. Если у вас тонкие волосы и есть такая проблема, вам подойдут стайлинги, которые будут их визуально увеличивать. Есть специальные пасты, придающие объем. Есть пудры, муссы, пенки. Их очень много. Но самое главное, что вам нужно использовать, это, допустим, спрей на основе морской соли, либо спрей для объема волос. Это спреи, которые будут визуально утолчать ваши волосы. Тяжелые стайлинги, особенно на основе жира, не ваш вариант. Мы с вами уже разбирали такой стайлинг, как помады. Да, в большинстве случаев он универсален. Да, чаще всего большинство помад на водной основе очень хорошо впитывается в волос, проникает вовнутрь и позволяет нам сделать очень классные укладки и фиксации. Но все-таки для подобных укладок, типа кропа, помада не самый лучший выбор. Лучше подойдет глина, либо пудра. Пудра это прям must-have для таких укладок. Если вы хотите короткую, динамичную, яркую, агрессивную укладку, помада не ваш вариант. Также с помадой связан еще очень большой риск. Переборщите с количеством помады и придется перемывать голову. Есть помады на жировой основе, есть помады на водной. Если вы решите нанести средство, помаду на водной основе, на влажные волосы, это может завершиться успешно. Если вы нанесете на жировой основе, на влажные волосы, результат будет печальным. Также, если вы уже на сухие волосы наносите помаду, обязательно очень-очень аккуратно, лучше ее немножко добавить, переборщить и придется все перемывать, все делать заново, очень аккуратно с количеством средств. Очень часто даже барберы не знают, что находится в составе того или иного средства. К примеру, есть пасты от довольно распространенных брендов, которые все почему-то думают, что они на водной основе. Но когда я просто беру, разворачиваю состав, и там на втором месте стоит петролиум, люди делают удивленные глаза. Во-первых, спросите, на какой основе стайлинг. Во-вторых, спросите, какой у вас тип волос, либо тип кожи на голове. Почему это важно? Если у вас кожа склонна к жирности, если уже к вечеру ваши волосы жирные, если вы не помыли голову сутки, и голова начинает, обладает неприятным запахом, вы видите, что волосы слиплись, потеряли объем, ну, некрасиво это выглядит, они прям выглядят жирными, засаленными. Никаких средств на жировой основе. Никогда. Вам нужны обязательные средства, которые будут абсорбировать этот жир. Допустим, пудры, морская соль, спреи. Можно брать лак, который будет подсушивать волосы, но ни в коем случае не используйте средства на жировой основе. К примеру, паста, а паста тоже, это прям очень любимый многими барберами продукт. Че, написано матовый, можно наносить многие пасты как на влажные, так и на сухие. Намазал, человек ушел. Они их очень любят, потому что с ними даже переборщить тяжеловато. Могут привести к проблемам с вашей кожей головы, если она и так уже склонна к жирности. Вы пережирните ее, и результат будет очень плачевный. Друзья, что мы хотели сказать этим роликом? На самом деле, нет какого-то универсального стайлинга из серии. Вот ты рыжий, иди купи вот эту банку, и всегда будешь выглядеть хорошо. Нужно учитывать много факторов. Вашу укладку, как часто вы моете голову, как вы будете его наносить, умеете ли вы, в принципе, пользоваться этим стайлингом, тип волос, структуру волос, вашу кожу головы. Очень много моментов. И все-таки лучше делать это либо с профессионалом, либо разобравшись самостоятельно. Запомните, если у вас одно время стрижка была там на 2-3 сантиметров длины волос, и вы пользовались, допустим, глиной, и вас все устраивало, прошло 3-4 месяца, вы решили отрастить себе другую стрижку. Не факт, что глина подойдет именно под эту стрижку. Далеко не факт. Поэтому это нормально, когда у вас может быть помада, глина, пудра, целый набор, и вы, допустим, меняя свои образы, пользуетесь тем или иным средством. Это ваши инструменты, каждый из которых нужен для определенной задачи. Ну что, друзья, напишите в комментариях, каким средством вы пользуетесь, какое нравится вам больше всего и подходит для вас. А также не забываем о том, что во всей нашей сети барбершопов действует 20-ти процентная скидка на первый визит. Переходим на сайт в описании barbarossa.top, выбираем нужный вам филиал и попадаем к мастерам, которые точно смогут вам посоветовать, какое средство для вас подойдет, чтобы вы не потратили деньги впустую. Ставим палец вверх, жмем на колокольчик и до встречи в следующих выпусках.